Двор 14-го дома на улице Юности спокойным не назовешь, поскольку проезд сквозной проезжают по территории двора не только собственники, но и другие водители. Ситуация усложнилась, когда на ближайших улицах начались ремонтные работы. На прошлой неделе происходили ремонтные работы на перекрестке Юности и Ленинградский проспект. В связи с этим наш двор в который раз превратился в проезжую часть. В результате во дворе дома образовался транспортный затор. На небольшой территории машины не могли разъехаться. Водители не давали друг другу проезд. В такой давке, говорят жильцы, царапины на припаркованных автомобилях не удивление. Но апогей всего заключался в том, что когда мусоровоз встал непосредственно около подъезда и не мог проехать ни в ту, ни в другую сторону, появилась полицейская машина, которая, сокращая путь, проехала через нашу дворовую территорию. И я считаю, что по правилам ПДД это противозаконно. Несколько лет назад проезжающая машина зацепила ребенка. После случая с травмированием ребенка здесь поставили шлакоблок, которое ограничило сквозное движение. Но вскоре о происшествии забыли, а преграду благополучно убрали. С просьбой ограничить сквозной проезд по двору жильцы обращались в управление архитектуры администрации города, но получили отказ. В соответствии с действующими на территории города Нижний Тагил правилами землепользования и застройки установка на территории многоквартирных жилых домов ограждений, шлагбаумов и тому подобных вещей, ограничивающих проезд или проход свободный запрещена. Поставить шлагбаум на юности 14 нельзя, но, по словам Константина Никеля, возможна установка дорожных знаков, запрещающих проезд. Вероника Самойлова, Михаил Крюков, Елена Самойлова. Новости Тагил-ТВ.